В Астрахани завершился финал российской национальной премии «Студент года-2018». Премия уже на протяжении пяти лет объединяет студентов средних и высших учебных заведений страны из разных уголков России. На этот раз в финальном очном этапе проекта приняли участие 165 студентов из 50 регионов страны. Среди них и 7 студентов из Ненецкого округа. Для студентки третьего курса социально-гуманитарного колледжа Татьяны Тюленевой выбор номинации «Спортсмен года» для участия был очевиден. Девушка уже 6 лет занимается силовым трееборьем. Времени на подготовку к конкурсу было достаточно, ведь участвовать она решила еще год назад. Заочный этап был без труда пройден. Затем испытания в Астрахани. У нас проходило испытание в четырех направлениях. Это самопрезентация, она включала в себя представление себя жюри. Второй этап – это проверка знаний, история развития олимпийского спорта в ГОД СССР. Третье испытание – открытая тренировка проводилась в спортивном комплексе. И последнее испытание – это сдача норм ГТО. Они, конечно, были не самыми простыми, но нам предстояли некоторые трудности, но мы с ними справились. Одно из требований к участникам Всероссийской премии – учеба только на 4,5. Кристина Стец как раз относится к таким студентам. Говорит, испытания были несложными. Но умение держаться на сцене и отвечать на вопросы жюри заставили поволноваться. Для студентки это первый подобный опыт. На очном этапе у нас были самопрезентации. Мы разгадывали кейсы, нам их давали. На следующий день мы должны были их рассказать. Также мы проводили урок для 6-7 классов. Тоже по направлению добровольчества. Окружные студенты принимают участие в национальной премии уже в четвертый раз. И пусть пока победить не удалось, главное – это участие и возможность не только завести новые знакомства, но и получить огромный опыт. Конечно, очень важно. У нас в округе проходят и свои, много форумов, слетов. Сейчас будет на днях региональный молодежный форум. Они много принимают участия. Но именно вот этот выезд – первое и главное, что они уже победители. Они победители, потому что более трех тысяч студентов приняли участие в заочном этапе. И только 165 прошло. И получается, что наши ребята, ребята, девочки прошли. Это здорово. Студент года является первой национальной премией, учрежденной Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки. Его главная цель – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.